Продолжение следует... 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 Думаю, что сегодня встреча пройдет конструктивно и интересно, поскольку мне кажется, что о Литве, к примеру, о обычаях и обрядах читать можно сколько угодно. Но живое общение и то, что вы увидите сегодня, я надеюсь, оно сблизит, или вернее приблизит эту страну к нам. А я надеюсь, что консулы здесь присутствуют, и уже так пару слов сказали, что в недалеком будущем несколько человек из нашего университета, почему бы и не вы, сможете побывать в Литве, поучиться, посмотреть. Я был в Литве, когда был в восьмом классе. Впечатления остались действительно очень хорошие. Это страна, которая имеет многовековые традиции. Лекцию по истории не буду рассказывать, вам это полярное дело не нужно. Я думаю, что сегодня мы с вами проведем довольно познавательный час или сколько, для того, чтобы вы окунулись в эту природу. Спасибо большое. Слово для приветствия предоставляется почетному консулу Литовской Республики Херсонской и Николаевской областях Виктору Григориевичу Пакову. Я думаю, что я просто скажу. Поблагодарить преподавателям, благодарить студентам за интерес к Литовской Республике, вручить верительную грамоту посла, господина Пятлица, Ватиканова. Это все. Нас, безусловно, связывает не только общая история постсоветского, а история, которая распространяется в XII-XIV веках. Часть Херсонской области, Талаевская, Теска были в составе великого княжества Литовского. Входила туда Польша, входила туда Чехия, входила Молдавия, Венгрия. Чем это было вызвано? Значит, просто правила игры законодательные, это федерация была, были лучшие в то время в Европе. И речь Пасполита, это то государство, которое объединяло на федеральных условиях, у нее конституция была в то время самая лучшая. То есть сегодня организация «Миллионная гнация» очень много берет именно вот с тех правилов. Ну и условно Литва сегодня, Евросоюз, страна маленькая, 3 миллиона 200, для сравнения на 45 миллионов, то есть мы в 15 раз больше. Но экономические сегодня показатели у нее выше. Если у нас внутренний продукт на дужу, отселение, это 7 тысяч, то есть это 700, что мы создаем в месяц, так или 600. Там это 18 тысяч, то есть 2,5 раза выше за тот короткий период, который 20 лет, который страна отделилась. Это связано с тем, что есть законы экономики, где должны деньги быть, стоимость денег должна быть легкая, технологии должны быть входить и портфель заказов. В данном случае у нее преимущество больше, к сожалению, чем у постсоветских стран. Внутри СССР мы были мощные, могучие, но, к сожалению, социальные технологии поэтому и развалились. Поэтому весь наше ожидание, весь наш пункт, чтобы мы вступили в СССР, в СССР, в СССР подпишутся, и мы будем интегрированы вместе с вами в мероприятии. Поэтому всем удачи, всем с праздником, спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Коммерческий атташе Литовской Республики Ремонтаж Шагида не может сегодня присутствовать на нашем мероприятии и выступить с лекцией на тему туризма Литовской Республики в связи со встречей с губернатором нашей области. Ремонтаж Шагида очень хотел поприсутствовать на мероприятии и пообещал обязательно приехать к нам в университет, пообщаться со студентами и провести лекцию. Сегодня также для всех вам представлена литература о Литовской Республике, которую для нас любезно предоставил коммерческий атташе Литовской Республики Ремонтаж Шагида. А сейчас предлагаем вашему вниманию послушать интересные факты, связанные с такой прекрасной европейской страной, как Литва. Возможно, что многое окажется для вас неожиданным. Литва – независимое суверенное государство. Одна из стран побережья Балтийского моря с прекрасными песчаными пляжами, чистым воздухом, красочными пейзажами, обильными исторических и архитектурных памятниками. Приморская паланга, заповедная Курская коса, знаменитые здравницы, друзский ненкай или пирш-то-носа и многие другие удивительные места будут интересны каждому желающему хорошо отдохнуть. Литва – это своеобразная природа и мягкий морской климат, хорошая кухня и чистота, дружелюбный и трудолюбивый народ. Никого не оставляет равнодушным красота величавого Вимроса, древнего Галмаса и романтического Тракая. А отдых веселой паланги и заповедной Неринги подарит незабываемые впечатления. Литва – это древнейшее государство восточной Балтии. Литовцы принадлежат к балтийской группе индоевропейских народов. Литовский язык – древнейший всех живых индоевропейских языков, вылежащий к санскритскому языку. Наверное, поэтому в характере литовца есть немного от востока. Очень сильные семейные связи, гостеприимство, хлебосольность. В ресторанах и кафе подают такие порции, которые под силу есть только двоих. Уважение к гостям. Однако литовцы отличаются своим ровным и спокойным характером. При этом все они романтики. Красоту природы Литвы они отражают в стихах, песнях, танцах. Весна и лето – это сплошной праздник жизни. Во всех священных уголках Литвы на курортах проходят фестивали литовского фольклора. Литовские этничные обряды и традиции выражены в сельской архитектуре, национальных костюмах и фольклоре. Существует более миллиона различных жанров, таких как легенды, пословицы, сказки, истории, песни, собранные в институте литовского языка и фольклора. Культура Литвы складывалась на протяжении долгого времени. Литовский язык, традиции, имена, национальные праздники являются ярким свидетельствами самобытности и богатства культуры. Самая богатая часть культуры – песни, более 600 тысяч. Песня была и остается постоянным сгутником литовца во всех его радостях и печалах. Поэтому Литва еще с древних времен называлась землей песен. Как и в других прибалтийских странах, в Литве распространены певческие и танцевальные праздники. Литва – это удивительная гармония природы, истории и культуры. Достанет удовольствие прогуляться и полюбоваться узенькими звильостыми улочками Вильнаса и Каунаса. Ощущение, что попадаешь в сказочную страну, где каждый дом индивидуальный своим цветом, формой и настроением. Литва – прекрасное место для спокойного семейного отдыха. Для тех, кто хочет искупаться в море, подышать свежим чистым воздухом и укрепить свое здоровье. Природа Литвы уникальна, она бережно охраняется литовцами. В большинстве здешних пляжей был присвоен голубой флаг. К этому всему можно прибавить живописные ландшафты, густые сосновые леса, многочисленные озера и антарного моря, возвышающие песчаные дюмы. А сейчас мы переходим к практической части нашей сегодняшней встречи, где каждый из присутствующих может проявить свои знания и эрудицию. Вашему вниманию предоставляем викторину живописной Литва. Будьте внимательны и активны. Эрудированные участники получат призы, которые любезно предоставлены представительством ЕС в Украине. Наши дорогие участники, для ответа на вопрос давайте договоримся поднимать руку, а уже затем отвечать. Первый вопрос. С какой страной Литва граничат население? Я вас слушаю. Правильно. С какой страной великий князь Литовский Ягайлокревской Кунии обязался винить Литву в 1385 году? В Венгрии, Армении. Город, который был временной столицей Литвы с 1919 по 1939 год. Каунас, Вильнас, Клейпеда, Пеневежис. Назовите столицу, крупнейший город Литвы. Каунас, Вильнас, Клейпеда, Пеневежис. В каком году Литва вступила в Европейский Союз? В 1986, 1995, 2004, 2007. В каком году Парламент Литвы принял закон, уравнивающий нацистскую и советскую символику и запрещающий ее публичное использование на собраниях? Она может восприниматься как пропаганда нацистских и коммунистических оккупационных режимов 2007, 2008, 2009 и 2010. На сколько уездов разделена территория Литвы? 8, 10, 12, 14. 10, 10. А, 10. Какой из этих украинских городов является городом-побратимом Вильнаса? Днепропетровск, Кривой Рог, Николай, Черкасов. Руку поднимаем, я не вижу. Нет, думаем еще. Громче немножко говорим и поднимаем руку. Будет праздник песни и танца. Раз в полгода, раз в год, раз в два года, раз в четыре года. Раз в полгода. Нет, думаем еще. Раз в полгода. Думаем. Думаем. Думаем, ребята, что раз в четыре года. Раз в четыре года. Правильно. Что такое Кумпакойс? Старинный литовский музыкальный инструмент. Старинное литовское национальное блюдо. Старинный литовский парный танец. Старинная литовская народная песня. Кто сказал танец? Что такое Шлиппикат? Литовский музыкальный инструмент. Литовское национальное блюдо. Литовский народный танец. Литовская народная песня. Блюдо. Назовите две страны, с которыми граничит литва. Большая колонность. Правильно. Как называется вторая по длине литовы? Ниман, Вилья, Вианта, Дубиш. На каком побережье Балтийске? Какой вид спорта в Литве считается национальным? Баскетбол, футбол и гандбол. Думаю, еще. Правильно. Как называется современный совместный проект железных дорог Литвы? Украины и Белоруссии. Варяг, викинг, василиск и воин. Думаю. По исследованию французского национального и географического церкви. Что такое на литовском языке означает «висто перво». До свидания. Привет. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Правильно. Что такое «висто перво»? Литовский национальный битспорта, литовская национальная еда, литовский национальный напиток, литовский национальный праздник. Думаю. Думаю. Назовите официальные языки, на которых разговаривают в Литве. Литовский и эстонский, литовский и латвийский, литовский и русский, литовский и белорусский. Литовский и латвийцы. Думаю. Правильно. У Литвия нет привычных для нас трамвая. Правда ли это? Правда. Правда. Это действительно так. Здесь весьма специфичный рельеф местности, поэтому прокладка путей функционирования трамваями затруднено. Кто приносит пасхальные яйца литовским детям? Никто. Пасхальные яйца. Пасхальная бабушка, Дуб Пасхова. Дуб Пасхова. Сколько раз люблю должно быть на праздничном ужине в Литовском доме в канун Рождества? Три, девять, семь, номерации. Правильно. Представьте себе, что вы почетный гость в Литовском доме. Чем вас будут приветствовать? С сладостями, кьемом, солью, римом, с вином. Сладости. Думаю. 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 Согласно литовским поверьям, в какой праздник животные могут говорить? Канун Рождества, Пасха, канун Нового года, день сердцевых. День сердцевых, канун Рождества. Канун Рождества. Молодцы. А теперь попросим почитать результаты. Девять. Девять. Три. 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 Дорогие преподаватели, гости, студенты! К вашему вниманию песенка «Крокодила Гены» «Пусть бегут неуклюже» на литовском языке Исполняет ученица 5 класса специализированной школы номер 52 С углубленным изучением английского языка имени Тараса Григорьевича Шевченко Алина Диопица Субтитры создавал DimaTorzok 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 Правильно Нам, естественно, станет интересно А далеко ли этот театр? Далеко отсюда? Недалеко Субтитры создавал DimaTorzok С другой стороны, если к вам подойдет кто-то с подобным вопросом, вы должны ответить, что не знаете, вы же в Каунасе недавно, а врать нехорошо. Извините, я не знаю. Идем по улице. Впереди группа местных жителей. Потомков князя Мидовра. Давайте поздороваемся с приветливыми литовцами. Причем с каждым, по-разному. Плага словарный запас позволяет. Доброе утро! Слава? Нет. Слава? Нет. Нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. Правильно. Добрый вечер. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ И попрощаемся на всякий случай. До встречи. Судья. Думаем. А до свидания. И увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ По городу, по гуляре. Пора и контакты устанавливать. АПЛОДИСМЕНТЫ Называемся первым попавшимся литовским именем. И смело идем знакомиться. Меня зовут Йонас. А как твое имя? АПЛОДИСМЕНТЫ Правильно. Ребят, немножко отлично не слышно. И я Вероника. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день. Как дела? Как пожелаете? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что? Давайте, как дела? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Хорошо. А как Вы пожелаете? ГИГАНТЫ АЧУКЕРЕ АЧУКЕРЕ Спасибо, очень хорошо. Заходим в магазин, скоро праздники, надо заотариться вкусной едой по-хорошему. Дайте, пожалуйста, воды. Правильно. Сколько стоит? Первое слово. Попробуем. Е. Е. Четыре литра. Четыре литра. Правильно. Пожалуйста. Пожили, погостили, отдохнули, пора уезжать. Фраза, которую вы наверняка услышите от благодарных жителей. Счастливого пути. Первое. Кури. Технику. Мам. И напоследок. Забавное слово, позволяющее отделаться назойливых, если такие встречи, встретиться. Отстаньте от меня. Отстаньте от меня. Все знают. Хорошо. И на... И не менее важные фразы такие как... Я не понимаю. Правильно. Я понимаю. Ой, простите. Как дела? Правильно. Хорошо. Правильно. Где вы живете? Кур... 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 Кур с... Кур... Кур с... Кур с... Кур с... Кур с... И сколько с вами поедет? Ну что, почитаем результаты? Ну что, почитаем результаты? А сейчас, к вашему вниманию, сообщение на тему Великое княжество Литовское в Топонимике, юга Украины от Головородька Александра Константиновича, бывшего работника областной газеты «Наднепрянская правда» и поклонника краеведения. Поприветствуем! Шановные друзья, вы все-таки классные, энергийные, молодые, и так не хочется быть нудными. Но я думаю, что тема, которую сегодня мы задаем, не может быть нудной, как не может быть историей жизни Краизнавского. История безупинно посылает нам сигналы. Они у названий наших сел, речек, прізничек, имен. И если мы так внимательно будем доставиться, мы бы открыли на себя массу интересных вещей. Я сам житель, я родился в селе Станиславо-Белезерский район. Станислав. Была версия, что это название Запорозька. Я начал это давать в сумму, потому что наше сусіднее село Александрюка называют жителей этого села Литвинами. Почему? Литвинами. И мова у них такая специфическая, с наголосом на первый склад. Мы говорим в Станиславо, что мы идем ловить бички, а нехать мы идем по бички. Мы хотим ловить бички. Уже в этом есть маленький сигналчик. Потом, знаю, что по соседству здесь, колись было такое село, а что такое Витовка? А что такое Витовка? Это же отгонение от великого князя Литвинского Витовка. Сколько прошло лет? Прошло несколько сотен лет, а это имя звучит в этом году. Витовка давно переименована благодаря Григорию Александровичу Петенкину в Богоявленске. Сейчас уже это корабельный район Миколаево. Там находится один из самых больших судозаводов Океан. И какие были мудрые наши предки. Я считаю, что это наша схильная история. И это наши схильные предки. Вони тримали пост таможенный. И с ордонью регулировали этот процесс. Там был очень глубоководный подход. И сейчас, благодаря этому подходу, океанские судна могут отходить от фельсового океана. Это же мудрець. И требует найти эту точку на карте, на этой карте Певничного Петчака моря, найти и строить это как стратегический пункт. А сейчас мы уже спокоимся этих действий. Я хотел бы еще вам нагадать такие, может, прозаичные вопросы. Что же такое Великий князь Саветович? Это, на самом деле, великая культурная спадщина. Это великая религиейная терапевность. Языки. Западно-русский, латинский, польский. Релизия. Язычество, православие, католицизм, ислам, иудаизм, протестантизм, униатство. Это такой букет. Сегодня, что не знаю, Европа, всего света, букет, находится тут, в историческом минулом. И мы спадкаемся. Мы не должны это забывать. Наша Красноярщина очень терпима в релігийном плане. И то, что происходит в других областях, у нас бывает надзвичайно редко. Потому что этот край терпимый до релігии, культуры, менталитета других наций. Это большое надбание этого края. И мы спадкаемся этого минулого. Далее. Можете, у вас и будут такие призвища. Смотрите. Або национальники. Села Литвин, Литовка, Литвинець, Литва, Литвяки, Литвиневка, Литвиненко, 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 Віта Литовска. Это же все звезды идут. Олександренко. Ну, это назвалось село Штихова. Но тут тоже, мабуть, населенный пункт, тоже за градкой. Станислав. Мирильный Станислав. Новый князь Литвинский. Литвиненко. В 1398 году создавал фортецю Святого Иоанна. За моей версией, это может быть и Станислав сьогоднейший, або прилегная территория до Станислава. Это может быть очень выгодно. Ви можете посмотреть, что очень выгодно размещение села. Это наш мис Станислав. Видите, похожий на корабель, который плывет через ветры и верхи. Вот там Олександренко, а там Широкобалка. Так. Очень стратегично выгодно место. А почему тут не будет фортецей? Скажите, пожалуйста. Прекрасный обшир. Видно все. Лимон на долоне. Видно и степовики, которые могли приходить из тиля и Городинцев, и Кемеринцев, и так далее. Ну, всех степовиков. Даже так. Я боюсь, что 5 минут, которые меня видели, уже, мабуть, прошли. Так? Я говорю, на брит? Нет. 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 Так. Гадаем слова Авдама Мискевича. Отчизна, милая Литва. Отчизна, милая Литва. Это же не подков передвижением. Далее. Хирсовщина. Витов, там Митниця. Это Тамань. Тамань. Так. Это, кто понимает наши. Козацкая, Белославская района. Переселенцы. С Курской губернии. Тамбовской. Это чисто российской. Могилевской. Это белорусская и литовская. Витебская. Это порядка с Литвой. Это переселенцы. Село Калининское. Великого Александровского района. Там есть старая название. Значит, у этого района. Седдяминуха. Великого Седдяминуха. Это же явно звезды из минулого. Переселенцы из Польши. Так. Далее. Новоберислав. Заставник Евреями. Йолгавы. Это Латвия. И Литвинской губернии. Правдино. Это Равадар. Это Глазейский район. Это Витебская район. Из Польши. 1846 р. Вот. Ви бачите, что цей край наводнился з усіх краев. Так. Потім ваш понедесец, до речи, в этом году. Ну, такая дата. В листопаде цього року. Будет 25 років, як із Дерпта, значить, із Естонії переселився ваш майбутній. Ну, він називався тоді педагогічний. Ну, ось на цьому березі, на цей рідний берег, тут жили і греки, і литянці, і інші, хто прийшли після них. Станіслава. Це Станіслава. Це святавша коса. А геробота, вона, як миск, припадає. Геробота. Так. Це та сама коса, яка має певне притяжіння. Бачите, всі люди йдуть. Так. Оце наші скелі. Чого би на скелі не бути в фортеці? Хоча вони і глиняні, але ж глина, коли вона суха, вона, як, мов, камень. Це версія, це цілком білогідна версія. Це ті самі скелі. Це в бік Олександр, який йде в берег. Це в бік мису Станіславу. Це та саме скелі. Найвища точка нашого села. Мозаїка. Це бік зверху, з іншого боку. А це те, що я знаходив на цьому березі. Дивіться. Католицькі хрестуки, православні хрестуки, російські монети, золотарбінські монети, литовські, періоди литовської епохи теж монети. Сильна, ну ясно, Османська імперія, люлька Запорізька. Ось вам букет навіть по цих таких маленьких проявах минулого. Що таке наша історія. Я хотів би сказати, що сьогодні акція проходить під певним таким важливим акцентом на туристичні важливості литви. Я думаю, що це закладалося саму ідею. На жаль, не прийшли представники литви. Але ж є і згородний процес, о чому Херсонщині, під началом нашого шановного консула, Херсонщині і Миколаївщині не провести у Литві день нашої епохи областей. Це цікаво. Це цілком... І взяти з собою прекрасних знамців, я їм зазрю, литовську мову, це шикарна була поїздка. Друге, з чому факультетом уненітеті не співпрацювати. Культура журналістика, культура історія... Ви ж, знаєте... Ви вже бачили руку родителя, ось цей групи... Я думаю, що поаплодируємо... Більше вас запласився. Я пенсіонер, я наводить ніби журналіст. Ти молодий душой. У мене ще троє внуков, надо її кормити. Ми хочемо матеріально розважати ідеї. А ми хотіли поблагодарити Олександру Григорьовичу за інтересний розказ. Іх предоставить поширительні призы, предоставлено представництвом ЄС в Україні. Історія должна звати своїх героїв. В даному злуча ви предоставили единственный документ, ну реальний, де ми змогли би на Херсоне че-то увидеть. Ми подивали бібліотеки, фу, бібліотеки, подивали ми музеї краєвеческі. Вони дуже скудна інформація, якраз не оці. Тех фактів, які говорили о налічі на самом деле здесь, кроме історицій. Тому я думаю, що ми використовуємося і на вашій базі щось сделаємо, щоб продовжити це собі. Дякую. Дякую. А мы переходим к следующему конкурсу «Очаровательные города Литвы». Перед вами сейчас появятся слайды с изображением красивых видов городов Литвы. На каждый слайд отводиться 25 секунд. Ваше задание – запомнить изображение и название городов. Всего будет представлено 16 городов, всего 4 слайда. После за каждый правильный ответ вы будете получать звездочку. Кто даст наибольшее количество правильных ответов, станет победителем и получит приз от представительства ЕС в Украине. Итак, начнем. Смотрим на экран. И запоминаем. Здравия, я вас запомнили? Непродовий, я попрошу вас піднімати руку. Ну что, поехали? У вас есть 5 секунд. Глазами. Правильно. Второй. Поднимаем руку. Думаем. Правильно. 50. Дальше. Ну что? Ну что? Ну что? Дальше. Долго. Долго. Дальше. 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 Дрось. Дрось. Дрось, не пикает. Ооо. Дрось, не пикает. Ну? Думаем. Понять? Думаем. Ну что? Кто сказал? Кто? Шаловы! 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 Ну что, ребят, подсчитываем? Пять! Сколько? Три! Сейчас мы с вами насладимся литовским народным танцем «Руку-чай», который подготовили для нас студенты факультета культуры и искусств. Анастасия Анастасия аккомпанирует Бестрянцева Наталья Митрофанова. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok